Этот год для пограничных войск России юбилейный. 500 лет исполнилось с того момента, как охраняется государственная граница. А для полевских пограничников 2012 год ознаменован еще и открытием мемориала. Напомним, что три года назад в нашем городе была создана общественная организация воинов пограничной службы граница. Сегодня она насчитывает порядка полутора тысяч человек. Тогда же, в 2009-м, ее председатель Александр Смагин предложил руководству города построить мемориал воинам-пограничникам. Место мы долго определялись, то нам не давали, как сказать, надзор ЖКХ, потом электрики, потом газовщики. Мы хотели в Дендропарке, но там уже был проект его переоснащения. И спасибо Денисе Исааковне Чапаеву, и она сказала памятнику быть здесь. Около года назад под строительством мемориала была подготовлена площадка. Строили, что называется, всем миром. И вот он, долгожданный и волнительный момент открытия мемориала. Аплодисменты! Большую помощь в создании мемориала оказали Северский трубный завод, реструктуризированные подразделения городообразующего предприятия, полевской технический сервис, ремонтно-строительный центр и агроцвет, а также коммунальные службы города и городские предприятия. Принимали участие в строительстве и просто неравнодушные горожане. И сегодня в их адрес звучат многочисленные слова благодарности. Уважаемые полевчане, гости нашего города, действительно, очень приятно, что наконец-то мы начали ценить свою историю, наконец-то мы начали ценить своих людей. И очень приятно, что среди просто жителей нашего города живет чувство патриотизма, чувство памяти и чувство уважения к тех, кто постоянно и сейчас находится на страже Родины и кто отдал свою жизнь за нашу Родину. Хочу большое спасибо сказать всем тем, кто начинал, нашим пограничникам. Не исключено, что новый памятник станет не только местом встречи для пограничников, но и своеобразным символом патриотического воспитания полевской молодежи. Это святое дело, которое надо поддерживать. Большое спасибо всем тем людям, которые проявили эту инициативу и которые построили этот мемориал. Пусть это с виду скромное сооружение, но это пограничный столб границы Российской Федерации, нашей великой страны, которая имеет протяженность границу, наверное, самую большую в мире и которую охраняют наши ребята, граждане Российской Федерации, в том числе полевчане. Поздравляю с этим знаменательным событием. Спасибо всем большое за участие. Очень важно наших обучать подростков тому, что наша Родина должна быть целостной, независимой. И в этой связи хочется сказать, что каждый из нас в каком-то смысле пограничник. Потому что в наших умах и в наших сердцах вот здесь прежде всего живет граница. Я вас сердечно поздравляю с этим замечательным событием. И пусть это место будет святым, правильным. С праздником! На открытие мемориала воинам-пограничникам в Полевской прибыли и гости из Екатеринбурга. Заместитель председателя Совета ветеранов Свердловской области общественной организации воинов пограничной службы границы Анатолий Павлушев признался, не каждый день удостоишься чести побывать на открытии подобного мемориала. Ведь сегодня из 16 филиалов, которые организованы в Свердловской области, пожалуй, только Полевской может похвастаться таким памятником исторического и культурного наследия. Очень приятно, что сегодня в вашем городе, в прекрасном городе, вот такое мероприятие. Открыт памятник, мемориал воинам-пограничникам. Второй мемориал области. Первый был открыт 4 года назад в городе Заречном. И вот сегодня мы у вас. По традиции ко вновь открывшемуся мемориалу возложили цветы. В торжественной обстановке по случаю открытия мемориала сегодня были вручены благодарственные письма и грамоты. Впереди у пограничников Полевского еще много дел. В следующем году их ожидает очередной юбилей. Уже в мае 2013 года пограничное движение России отметит 95-ю годовщину со дня образования. Татьяна Усынина, Сергей Чижов. Новости нашего города.